Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Смотрите сегодня выпуски. 15 пострадавших тяжелых доставят вертолетом в Барнаул. В Алтайском районе произошло лобовое столкновение с автобусом. Опасная река Пивоварка. Экспертиза показала, что сливают в Барнаульскую речку. Три народных фильма «Алтайский край» присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Алтайского чиновника освободили от занимаемой должности. Глава Каменского района Федор Найдин отстранен, по крайней мере, на время проведения следствия. Напомним, он проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого. Согласно статье, он препятствовал законной деятельности предпринимателей. Добавим, ранее, будучи мэром Камни Нааби, Найдин был осужден за мошенничество, но тогда он сумел сохранить высокопоставленный пост. И сегодня же стало известно, что президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Беларусь Александра Сурикова. Напомним, известный государственный деятель с декабря 1996 года по апрель 2004 возглавлял Алтайский край. После ухода с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Беларусь Александр Суриков планировал вернуться на Алтай. Вместо него назначен Михаил Бабич, прежде занимавший должность полномочного представителя в Приволжском федеральном округе. К другим темам. Ведущие хирурги мира и России приехали в Барнаул на конференцию по эндопротезированию. Всего около 200 человек. На протяжении двух дней они делились опытом, чтобы их пациенты смогли не вспоминать про наличие металлического импланта в своем теле и вести активную жизнь. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Сегодня операции по замене родного сустава на искусственный уже никого не удивишь. Но эндопротез – это не та вещь, которую можно вставить и забыть про нее на всю жизнь. Часто металлический сустав начинает приходить в негодность. Пациенту приходится ложиться на повторную операцию. Эта проблема стала главной темой конференции ведущих травматологов мира и Сибири. Это, скажем, вторая сторона медали внедрения технологий, которые определенное время работают, но как любой механический агрегат, в том числе эндопротез, подвержен износу. Но часто сами врачи укорачивают срок годности эндопротеза. Неаккуратная операция и у человека уже одна нога короче другой. Расшатывается имплант, преследует сильная боль, аллергическая реакция. Чтобы травматологи не превращали своих пациентов в хромающих терминаторов, на конференции провели несколько практических уроков. Кстати, всего за пять лет работы в этом центре сделали более 30 тысяч операций. Половину из них для жителей Алтайского края. Мы сегодня констатируем уже факт, что мы до конца года, и эти пациенты в листе ожидания находятся и расписаны все, мы сделаем 8 тысяч операций на данной площадке. То есть это цифры. Самая длинная очередь в Алтайском крае по замене коленного сустава. Кстати, по оказанию этого вида помощи здесь тоже провели мастер-класс. Итальянские травматологи продемонстрировали эндопротез последнего поколения, который учится уживаться в организме и вести себя как родной сустав. Такой живой металл скоро будет применяться и в Алтайском крае. Все эти врачи надеются, что после операции они не увидят своих пациентов как минимум лет 15. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. Страшная авария произошла сегодня в Алтайском районе. Тяжелых пострадавших доставят вертолетом в Барнаул. По предварительным данным, пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Волгой. ДТП произошло около 8 утра. В легковой машине находилось 2 человека. В салоне микроавтобуса 17 пассажиров, большинство граждан Монголии. Все обследовано, 9 госпитализировано, двое в тяжелом состоянии в реанимации, 7 в средней степени тяжести, 8 амбулаторно прошли. Все с краевым центром медицинных катастроф консультированы. В санавиации вертолетом двое направлено в БСМП. Двое граждан Монголии, что пострадали серьезнее других, сейчас находятся в реанимации. Они получили черепно-мозговые травмы. Врачи говорят, что их жизни угрожает опасность. 7 пострадавших в средней тяжести недавно были переведены в центральную городскую больницу Бийска для дальнейшего обследования и лечения. Алтайский государственный технический университет вошел в международный веб-рейтинг лучших образовательных учреждений. Среди российских вузов в лидерах МГУ. Московский университет занимает 214 место в мировом рейтинге. Технический вуз края среди почти 12 тысяч высших учебных заведений планеты расположился практически посередине. В списке российских вузов он занимает 135 место. Кстати, международный веб-рейтинг публикует свои исследования два раза в год. Специалисты оценивают сайты университетов, присутствие вузов в интернете, а именно ссылки на сайт и его упоминания, цитирование работ в электронных версиях научных журналов, открытость данных о вузе и другое. К 2024 году качество образования в Алтайском крае должно вырасти в разы. Такая задача стоит перед регионом в рамках нового национального проекта. Как задуманные воплотить в жизнь, сегодня власти и представители сферы обсуждали в Барнауле на 10-м съезде работников образования. Тему продолжит Валентина Аскерова. Я сейчас нахожусь на Демидовской площади, рядом с памятником. Это училище, а это богодельня, а вон там сереброфлавильный завод. Это не игра в любимую видеоигру, а урок краеведения. Пока такие технологии доступны только ученикам технопарка «Кванториум». Но вскоре, благодаря реализации нацпроекта образования, прогуляться по улицам краевой столицы сможет каждый школьник. Кстати, шлемы виртуальной реальности в этом году должен получить Рубцовский лицей. По словам педагогов, такие ноу-хау значительно повышают уровень образования. Технологии дополненной виртуальной реальности, когда ребенок сам может погружаться, изучать материал при сопровождении учителя, но изнутри уже увидеть строение человека, решать какие-то проблемы по географии, именно с помощью цифровых технологий, это, конечно, наше будущее. Помимо цифровых инноваций, в нацпроект входит ряд других направлений. Учитель будущего, успех каждого ребенка, молодые профессионалы. Всего 9 проектов, которые должны реализовать субъекты России, в том числе и наш край, в течение 6 ближайших лет. Основные направления касаются, естественно, подготовки преподавателей, учителей, педагогов, стимулирования их дальнейшего профессионального роста, выявления и совершенствования подготовки одаренных наших детей и прочих направлений. По словам властей и педагогов, Алтайский край готов к реализации федерального проекта. В образовательных учреждениях края уже сформировалась хорошая цифровая база. Школы оснащены электронными журналами и есть все возможности для дистанционного обучения. Правда, наряду с технической модернизацией остаются нерешенными насущные проблемы. Кадровый дефицит, низкий уровень зарплат педагогов. А ведь без решения этих вопросов, говорят педагоги, вывести уровень отечественного образования на лидирующие позиции в мире невозможно. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Три недели такой срок дают администрации Заринского района для ремонта кровли в школе села Новозырянова. В преддверии учебного года половина спортзала остается без крыши. О состоянии учреждения коллектив школы рассказал журналистам. И после огласки ситуация начала вдруг резко меняться. Далее слово Анастасии Дороган. Раскуроченная крыша. Раскрыл ее ураган прошлого года. Дальше ветра отрывали по кусочку. Голый потолок не защищает ни от осадков, ни от холода. От состояния школы педагоги хватаются за голову. Даже незначительный дождь. Здесь щурит плесень внутри здания. Вот видите, где пятно прямо? Отсюда идет дождь. По стенкам бежит полностью вот эта стена. Плафоны где? Видите впоследствии, что пол гниет. Лужи вытирали, где-то само впитывалось, но физкультуру продолжали. Уроки, секции по волейболу, расписание не менялось. Но из тренерской раздевалок пришлось ехать. Здесь прям были лужи, что наступить было совсем невозможно. Зимой вообще сюда невозможно было. Здесь была минусовая температура. Переодевались где можно было, в любых кабинетах. Тем не менее, школа признана готовой к учебному году. И по словам директора Елены Михалевой, проблема с крышей на приемке не отразилась. Полностью школа не признана аварийной. И она будет у нас открыта к первому сентября, но с замечаниями. Ну, школа это ведь не только уроки физкультуры. Это еще другие предметы, наверное. В день большой встречи педагогов в краевой столице. Состояние этой школы приехал лично проверить замглавы района Валерий Тимирязев. Со следующей недели начинается ремонт спортзала. Я думаю, в течение трех-четырех недель все будет закончено. По словам замглавы ремонт спортзала, вопрос давно решенный. Смета на 4,5 миллиона рублей составлена. Бумаги на подписи у губернатора. Но почему-то директор школы об этом узнала только сегодня. По словам чиновника, неосведомленность директора, свидетельство халатного отношения к прямым обязанностям. Эта школа разваливалась за столько лет. Почему именно вот сейчас я приступила к этой обязанности? И я виновата вот в этом развале. С какого времени директор? А? С 22 августа прошлого года. Еще 22 августа. Вот как раз, наверное, вчера. Наверное, уже второй год пошел. Год пошел. Если человек согласился быть руководителем, наверное, он. По словам сотрудников школы, за 50 лет здесь не провели ни одного капремонта. Школу латают как могут. Не лучшего вида ее котельная. Задняя стена у котла. Воспользованность вести манариков последний. В рабочее состояние будет приведена котельная. Пока достаточно того, что есть. Будет необходимость. Значит, будем брать новое оборудование. Директор школы рада, что ситуация меняется, но недоумевает, почему до общественной огласки на проблему никто не обращал внимания. На все просьбы у властей был один ответ. Ищите спонсоров. Я и пошла искать спонсоров. Не дай бог что-то случится. Ответственность буду нести я. Я себя даже и не прощу, если кто-то из детей пострадает. Первую четверть уроки физкультуры будут проходить на уличном стадионе. К спортзалу доступ ограничат. Там в течение месяца должны заменить кровлю. Но внутренние работы, скорее всего, проведут только на осенних каникулах. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В Алтайском крае растет количество банкротов среди физических лиц. Если к июлю 2017 года в этом статусе находилось 270 человек, то в середине 2018 уже 408. Как отмечают специалисты, признать себя банкротами нередко желают предприниматели и те, кто оформил потребительский кредит. Часто не один, а сразу несколько. Я думаю, что изначально, может быть, граждане вообще в принципе боялись слова «банкрот». Понималось под ним, что банкрот – это что-то такое, как пятно на всю жизнь возможно. На сегодняшний день все равно люди уже оценивают, что я говорю, еще раз повторюсь, что это как реальная возможность, так сказать, дальше жить свободно. В плане того, чтобы все возможности уже предпринятые, погасить те обязательства, которые у него были. Как правило, люди самостоятельно подают заявление на право быть признанными банкротом, но иногда это делают и надзорные органы, в частности налоговая служба. С данной просьбой в отношении физических лиц за последние полгода ведомство обращалось шесть раз. Отметим, чтобы стать банкротом, нужно подтвердить финансовую несостоятельность, то есть доказать, что не имеешь источников дохода для оплаты долгов. Добавим также, что процедура банкротства не бесплатна, расходы в среднем составляют от одной до десяти тысяч рублей. В Бурнаульской пивоварке найдены особо опасные для здоровья человека химические вещества. Сегодня стали известны результаты анализа состава воды в реке, цвет которой вызывает беспокойство у многих неравнодушных граждан. Какие вредные элементы обнаружили в пивоварке и есть ли шанс уберечь старейшую реку Бурнаула от пагубных выбросов? Смотрите далее. Чуть больше недели прошло с момента появления в соцсетях видеоролика, внезапно побелевшей пивоварки. Тогда же специалисты Росприроднадзора взяли воду на экспертизу. Результаты показали – в реку действительно что-то сливали, но что именно – установить не удалось. Причем отходы эти далеко не безвредные. Анализы показали большое содержание в стоках алюминия и титана. Это характерно для водорастворимых красок. Где-то или незаконная врезка, или незаконное пользование, то есть в ливневку сбрасывается то, что туда попадать не должно. То есть это не на постоянной основе, а как будто кто-то подъехал и сбросил. Планки не сливай, сколько влезет. И тем не менее, ведомство совместно с профильным комитетом города намерено установить виновных. Правда, сделать это будет крайне непросто. Примерно 20-30 лет назад пивоварку питали несколько небольших озер Парнаула. Одно из них в районе улицы Попова. Второе – среди новостроек на улице Гущина. Сейчас эти водоемы очень сильно заболочены, а речной сток перекрыт городскими магистралями. Теперь пивоварка берет свое начало на территории городского парка «Юбилейный» – почти 50 гектаров бесхозной площади. Отсюда река преодолевает порядка 7 километров, проходя через частный сектор, промышленные и хозяйственные постройки, локомотивное депо и даже кладбище. Устье реки находится в центральном районе за улицей Кутузова. Именно здесь жители близлежайших домов сняли на видео кадры молочной реки. По их словам, река может менять свой цвет по нескольку раз за день. А пользователей соцсетей удивил не только внешний вид водоема. Некоторые очевидцы сообщали и о терпящей бедствии рыбе. Дышать им там нечем под водой. Хоть и написали, что она не токсичная, но рыбкам она почему-то не нравится. Возможных мест выброса больше сотни. Реестр таких точек эксперты Алтайводпроекта составили еще три года назад. Его включили в специальную программу, по которой должны были очистить от мусора все русло реки, а также береговую линию, примерно по 20 метров от края в обе стороны. На воплощение проекта требовалось порядка 56 миллионов рублей. Большую часть суммы должна была выделить федерация. Однако Москва заявку отклонила. Основная причина, что для того, чтобы включиться в программу, нужно устранить источники вторичного загрязнения. В 20-метровой зоне по одну сторону берега и по другую не должно находиться никаких строений, сооружений. То есть это места общего доступа. Порядка двух миллиардов рублей нужно на переселение, на отселение жителей, на реконструкцию этих систем сброса инженерных. Вот такие цифры. На выполнение условий программы у города попросту нет средств. И действительно, большая часть береговой линии вплотную застроена. Загрязнять воду в реке может кто угодно. Для этого достаточно сделать врезку в общую систему ливневой канализации или обустроить выгребную яму. Трудно сейчас сказать, кто больше вносит в частный сектор или промышленные зоны. Но то, что частный сектор делает это постоянно, в отличие, допустим, от насосной станции канализационной, которая берет иногда и сбрасывает почему-то, как им хочется. Если говорить о каком-то, может быть, разовом выбросе кто-то сбросил. Я не берусь. Там есть остатки химзавода где-то в Верховье. Найти ту самую трубу крайне сложно из-за особенностей речного ландшафта, множества заграждений и свалок. Но вывод экологов однозначен. Пока люди и предприятия не возьмут на себя ответственность и инициативу за сохранение природных ресурсов, пивоварка не станет общественным пространством. То есть местом, где можно отдохнуть. А ведь еще в 19 веке воду из речки использовал знаменитый пивоваренный завод. По словам историков, вода была настолько чистой, что являлась главным компонентом для изготовления пенного напитка. Отсюда и появилось ее название – пивоварка. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Алексей Фризин, Николай Шелко. Наши новости. 25 августа Алтайский край уже в третий раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино». Ее проводят во всех регионах страны. У нас это четыре города и четыре района. Вниманию зрителей представят три фильма. Это победители народного интернет-голосования. Всего организаторами было предложено 26 названий. Официальное открытие «Ночи кино» в Барнауле состоится в половину восьмого вечера на площадке Барнаульской крепости, где еще завтра можно будет бесплатно посмотреть отечественные фильмы и какие это будут картины. Подробности узнаете сразу после выпуска новостей в актуальном интервью. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» выгодная цена, высокое качество по стандарту «Гинкаум» и «Гинкаум». Владимир Урзля воевал на Ленинградском и Четвертом Украинском фронтах. В 1945 году в бою передовой ночпункт, где находился майор, был атакован врагом. Раненый офицер отбивался до последнего патрона, но был схвачен фашистами и зверски убит. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.